Сквер Кирова – тихий зеленый уголок, где любят собираться шахматисты и художники. Жителям Лазаревского хотелось бы вдохнуть в него вторую жизнь. Архитекторы выслушали пожелания и предоставили свое видение проекта. В новом сквере предусмотрены отдельные тематические зоны для шахматистов и художников, небольшая эстрада, где смогут выступать оркестры. При необходимости ее легко превратить в лектории под открытым небом, ведь рядом находится районная библиотека. Никаких торговых объектов, только скульптуры, лавочки и детская игровая зона. В целом предложения, которые подготовлены сегодня администрацией, архитектурой, они очень интересны, очень современны и находят свою поддержку у населения, потому что никто не высказал, что против, здесь это не надо. Еще один сквер, который предложено реконструировать – это сквер Адоевского. Отсюда, собственно, начался сам поселок Лазаревское. Поэтому и проект весь выдержан тематически. Даже игровые элементы предложено сделать в виде крепости. Кстати, с обустройством детской площадки вызвались помочь жители соседних домов. Выездные и общественные слушания провели не только в уже существующих скверах. Как пример – пустырь на улице Тормахва. Рядом многоэтажный комплекс. Предлагается разбить тут сквер с молодежной тематикой – с велодорожками, спортивными площадками и озеленением. Четвертый предложенный проект – 800-метровая набережная вдоль реки Псизуапсе. На набережной будут сделаны автостоянки. Основной пешеходный маршрут будет представлять собой дендропарк с кодом Лазаревской, где будет сосредоточено в каждом квадрате природа Лазаревской. Это сад камней, деревянные скульптуры, инсталляции деревянные. Четыре проекта готовы, но это не значит, что все в этом году будут реализованы. Выбрать два наиболее нужных району варианта должны сами жители. Для этого во время выборов президента всем пришедшим на участки выдадут еще и бюллетень от программы «Комфортная среда». 18 марта будет определение, за какую из территорий предложенных люди проголосуют. То есть самая главная интрига, из-за чего сейчас это происходит. Все это будет касаться людей. Если вы хотите, чтобы на ваших территориях появлялось благоустройство, приходите и за это голосуйте. И для этого же делаются эти обсуждения. В целом в этом году Сочи получит 8 новых скверов, по 2 в каждом районе. Сразу после определения лидеров народного голосования проекты будут отправлены на экспертизу с учетом пожеланий от местных жителей. Непосредственно на месте работы начнутся во втором полугодии. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». КОНЕЦ哦!» Вот это значит «КОНЕЦСИ!!!» И вообще 456- pad amor round пищи s., что игру не их начал жить,